Как ухаживать за сухими волосами, чтобы их восстановить? Сухие и поврежденные локоны выглядят весьма непрезентабельно и непривлекательно после мытья, они напоминают одуванчик, путаются и торчат в разные стороны. Причины этому немало, в том числе и неправильный уход за поврежденными волосами. Добиться красоты можно, но для этого придется приложить усилия и в корне изменить подход к уходовым процедурам. Апостроф, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. Особенности сухого типа Сухая шевелюра относится к одному из типов волос. Высушенные, поврежденные, паристые локоны, непослушные, сложно укладываются, электризуются, не блестят, часто спутываются, грубые на ощупь. Сухие локоны привередливые, естественная оболочка волоса тонкая и высушивается из-за частого ощущения или неверно подобранных средств. К повреждению волос нередко приводит неправильный уход. Поэтому, чтобы исправить ситуацию, необходимо изменить принципы ухода за локонами. Правила ухода при желании помочь своим проблемным волосам необходимо разумно подойти к каждому этапу ухода за поврежденной шевелюрой. Очищение качественное мытье шевелюры начинается с выбора шампуня и бальзама. Для поврежденных локонов подойдут шампуни из детских. В серии там нейтральный РН. Они не навредят локонам, но хорошо очистят и уберегут шевелюру от спутывания. Нужно применять только специальные средства, предназначенные для сухих и поврежденных волос. Лучше отдавать предпочтение профессиональным шампуням и тем, которые продаются в аптеках. Обязательно применение бальзамов и ополаскивателей. Они спасают от недостатка влаги и создают защиту от воздействия окружающей среды. Наносится средство после очищения и через 2-3 минуты смываются. Особенности мытье сухих поврежденных волос перед нанесением шампунь взбивается в руках до образования пены. Именно пена наносится на влажную шевелюру, поскольку она меньше травмирует пряди. Тщательно массировать можно только кожу и прикорневую часть, сами локоны и концы прязей промоются пеной, стекающей при смывании. Этого достаточно для их очищения. Ополаскивать локоны нужно прохладной водой, это убережет от излишнего высушивания. Мокрые волосы аккуратно промокнуть полотенцем. Проводить очищение желательно не чаще двух раз в неделю. Апостров закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Укладка перед укладкой поврежденных прядей обязательно использовать специальные уходовые средства для сухого типа локонов. Спли, бальзамы, сыворотки и дары. Закрывающая круглая скобка точка. После их применения волосы более податливые и легко укладываются в прическу. Приступать к укладке необходимо после полного высыхания волос. Горячий воздух и сфен на воздействие пряди вытягивает из них влагу, поэтому лучше выставлять минимальную температуру. Не лишним будет применение термозащитного средства. Оно убережет локоны от перегрева и травмирования. Расчесывание сухие и поврежденные пряди следует расчесывать аккуратно. Неправильное выполнение процедуры еще больше испортит состояние локонов. Расческу нужно выбирать с особым вниманием. Металлические и пластмассовые варианты категорически неприемлемы для сухих волос. Лучше приобрести гребень из дерева или расческу с редкими зубьями из того же материала. Щетки из натуральных материалов также подходят для этого типа шевелюры. Приводить шевелюру в порядок нужно 2-3 раз в день. Частое расчесывание повредит и без того травмированные пряди. Начинать лучше с кончиков, медленно поднимаясь к макушке. Полезно проводить процедуру на свежем воздухе, это придаст блеск и добавит эластичности локонам. Поврежденные пряди нельзя расчесывать, пока они мокрые. Следует подсушить шевелюру, а лучше дождаться полного высыхания естественным путем. Если времени нет, то разрешается воспользоваться феном, направляя теплый воздух от макушки по длине волос. Средства одним мытьем и расческой восстановить шевелюру не получится, обязательно применением масок и дополнительных уходовых средств. Профессиональной среди профессиональных средств для ухода за ослабленными поврежденными волосами особое место занимают торговые марки Матрикс и Стел. Родом они США, но распространены и в России. Серии для сухих и поврежденных волос радуют эффектом и доступностью. Не менее популярна косметика японских производителей. Сенсайенос – это целая линия люксового класса, насчитывающая более 20 действенных средств. Их направление – восстановление и улучшение состояния сухих волос. Среди немецких марок выделяются шварскопы в Лондойце и Эйч Кио. В их линейках присутствуют профессиональные массовые средства. Продукция указанных компаний отличается качеством и стремлением к достижению салонного эффекта. А соотношению – цена-качество отвечают все средства линейки по уходу за сухими и поврежденными локонами. Народные многие не доверяют покупным средствам, считая, что секреты красоты бабушек более результативные. Среди эффективных рецептов для сухих и поврежденных локонов можно выделить следующие. Капустно-медовая маска помогает восстановить липидный баланс прядей. Для приготовления потребуется сок капусты, мед, сок алоэ и масло касторовое. Взять продукты в равных количествах, смешать, затем втереть в волосы на 30 минут. По истечении времени маску смыть, а локоны полоснуть чистой водой с добавлением капустного сока. Смесь масел может волосам поддерживать водный баланс и не пересушиться. Для маски можно составить любую комбинацию следующих масел – миндальное, касторовое, оливковое, репейное из виноградных косточек, жажаба. Для приготовления берутся любые масла в равном количестве. Не лишним будет добавление витаминов А и Е. Все тщательно перемешать, слегка подогреть, нанести на кончики и длину локонов, не задевая при этом корни. Укутать шевелюру и оставить на 1-2 часа. Затем шевелюру хорошо промыть, высушить естественным способом. Яичный шампунь прекрасно очистить пряди, придав мягкости и блеска. Два яйца следует хорошенько взбить и нанести на голову, распределив по всей длине локонов. Затем помассировать и оставить для воздействия на 20 минут. Смыть прохладной водой без использования дополнительных средств. Травяной ополаскиватель обогатит волосы влагой, придаст мягкость и естественный блеск. Отвар трав – отличный ополаскиватель сухих локонов. Для приготовления подойдут крапива, шалфей, зверобой, ромашка. Необходимо взять любое растение и добавить воды с расчетом 2 ложки на литр, довести до кипения и накрыть крышкой. Настаивать не менее часа. Использовать после каждого мытья прядей. Салонные процедуры. Когда нет сил на полноценный уход за волосами, можно попробовать вернуть былу роскошь прядям при помощи салонных процедур. Ламинирование. Ламинирование. Нанесение на шевелюру. Средство, обволакивающего каждый волосок. В результате на локонах образуется пленка, защищающая пряди от негативных воздействий. После процедуры появляется ухоженный вид. Блеск. Эластичность. Увеличение объема. Легкое расчесывание. Ламинирование может от текущихся кончиков, но эффект временный, хватает его на 1-2 месяца. Продолжительность зависит от чистоты мытья волос и качества ухода. Для сохранения результата процедуру рекомендуется повторить. Экранирование. Салонный метод, помогающий оздоровить и напитать пряди на клеточном уровне. Это трехфазное лечение, которое включает в себя увлажнение и выравнивание, регенерацию и укрепление, защиту и придание блеска. Проводится экранирование с использованием натуральных компонентов. Активные составляющие помогают лечебному составу проникать в структуру волоса, заполняя и оздоравливая его изнутри. После процедуры изменения видны сразу, секущиеся кончики отсутствуют, волосы гладкие и эластичные, локоны не путаются, легко расчесываются. Дополнительный плюс появление пленки, защищающей от воздействия УФ и негативных факторов окружающей среды. Эффект длится недолго. Для сохранения результата необходимо пройти полный курс процедур не менее 70. Стрижка горячими ножницами. Термострижка – лечебно-профилактическая манипуляция для оздоровления волос. Ее проводят с использованием специальных ножниц, нагревающихся от аккумулятора или сети. Отрегулировав температуру, она зависит от структуры локонов, мастер выполняет обычную стрижку. Положительный эффект достигается благодаря тому, что срезая прядь, горячее лезвие запаивает срез и волос перестает сечься. Процедура подойдет при небольших повреждениях, если пряди склонны к ломкости по всей длине, то смысла проводить термострижку нет. Результат можно наблюдать долгое время, но лишь при условии полноценного ухода за волосами. В ином случае, секущиеся концы опять появятся. Мезотерапия Мезотерапия – инъекционная процедура для оздоровления волос. Суть манипуляции – введение активных препаратов и витаминов прямо под кожу головы. Специальные компоненты доставляются непосредственно к корням волос, насыщая их полезными веществами. Согласившись на проведение процедуры, необходимо понимать, что процессы гаукалывания болезненны, да и сеансов потребуется как минимум 5. Иначе получить желаемый эффект не удастся. После прохождения полного курса результат не заставит себя ждать, волосы перестанут течься, появится блеск, локоны станут мягкими и послушными. Полировка Полировка Салонная манипуляция, направленная на избавление от секущихся кончиков без изменения длины волос. Выполняется процедура с помощью машинки для стрижки, на которую надевается специальная насадка. Инструментом проводят по локонам, отрезая лишь торчащие и сухие кончики. После проведения полировки появляется блеск, пряди гладкие и послушные, локоны меньше путаются. Полировка Временное решение проблемы Секущиеся кончики могут вновь напомнить о себе. Кератиновое выпрямление Восстановить волосы поможет кератиновая процедура. Приятный бонус Манипуляция не только оживит, но и выпрямит пряди. Процесс заключается в нанесении специальной маски с кератинами, компоненты которой проникают внутрь волоса и заполняют его изнутри. Шевелюра моментально становится блестящей, гладкой, послушной. Минусы процедуры За счет утяжеления пряди волосы теряют объем, быстро пачкаются, продолжительность эффекта зависит от ухода и чистоты очищения локонов. Выбрать подходящую процедуру непросто. У каждой имеются плюсы и минусы. Порой остается лишь один выход – постепенно опробовать все, чтобы найти идеальное решение в помощь поврежденным волосам. Питание неправильный рацион провоцирует сухость шевелюры. Желая иметь здоровые и красивые пряди, нельзя забывать о том, что еда – основной источник полезных веществ и витаминов. От правильного питания зависит и внешний вид локонов. Пить и больше воды В организм взрослого человека должно поступать 2 литра воды за сутки. Другая жидкость не учитывается. Больше овощей и фруктов При поврежденных прядях особенно полезны апельсины, тыква, морковь, капуста, яблоки, лук, чеснок и облепиха. Ежедневная норма фруктов – не менее 500 грамм. Побольше злаков. Овсянка, рис, гречка должны всегда присутствовать в рационе. Без витаминов группы, в которой содержатся в крупах пряди, не будут радовать блеском. Животные жиры заменяйте растительными. Любимые салатики лучше готовить с добавлением растительных масел. Выбор огромен. Оливковое, подсолнечное, соевое и тому подобное блюдо с желатином. Всевозможным заливным мусом и жили обрадуются не только желудок, но и локоны. Содержащиеся в желатине вещества помогут шевелюре обрести гладкость и упругость. Помимо перечисленного в ежедневном рационе должно присутствовать сливочное масло, рыбий жир, грибы, кисломолочные продукты, печень, трески, яйца. При поврежденных сухих волосах из рациона необходимо исключить животные жиры, окорочка, свинину, баранину. Также следует отказаться от майонеза и соусов на его основе. Сухие и поврежденные волосы не приговор. При правильном подходе к проблеме возможно вернуть шевелюре былую красоту. Но не стоит ждать быстрых результатов. Волосы не изменятся за день, для этого нужно время. Главное – запастись терпением и упорно идти навстречу к мечте, применяя всевозможные методы для восстановления красоты и здоровья волос. Полезное видео Парикмахер-стилист Маргарита рассказывает, как ухаживать за сухими волосами правильно. Чем спасать сухие волосы и секущиеся концы Обзор средств по уходу за сухими волосами Особенности сухого типа Сухая шевелюра относится к одному из типов волос. Высушенные, поврежденные, паристые локоны Непослушные, сложно укладываются, электризуются, не блестят, часто спутываются, грубые на ощупь. Сухие локоны привередливые, естественная оболочка волоса тонкая и высушивается из-за частого ощущения или неверно подобранных средств. К повреждению волос нередко приводит неправильный уход. Поэтому, чтобы исправить ситуацию, необходимо изменить принципы ухода за локонами. Правила ухода при желании помочь своим проблемным волосам необходимо разумно подойти к каждому этапу ухода за поврежденной шевелюрой. Очищение качественное мытье шевелюры начинается с выбора шампуня и бальзама. Для поврежденных локонов подойдут шампунь из детских серий там нейтральный РН. Они не навредят локонам, но хорошо очистят и уберегут шевелюру от спутывания. Нужно применять только специальные средства, предназначенные для сухих и поврежденных волос. Лучше отдавать предпочтение профессиональным шампуньям и тем, которые продаются в аптеках. Обязательно применение бальзамов и ополаскивателей. Они спасают от недостатка влаги и создают защиту от воздействия окружающей среды. Наносятся средства после очищения и через 2-3 минуты смываются. Особенности мытье сухих поврежденных волос перед нанесением шампунь сбивается в руках до образования пены. Именно пена наносится на влажную шевелюру, поскольку она меньше травмирует пряди. Тщательно массировать можно только кожу и прикорневую часть. Сами локоны и концы прядей промоются пеной, стекающей при смывании. Этого достаточно для их очищения. Ополаскивать локоны нужно прохладной водой, это убережет от излишнего высушивания. Мокрые волосы аккуратно промокнуть полотенцем. Проводить очищение желательно не чаще двух раз в неделю. Питание и неправильный рацион провоцируют сухость шевелюры. Желая иметь здоровые и красивые пряди, нельзя забывать о том, что еда – основной источник полезных веществ и витаминов. От правильного питания зависит и внешний вид локонов. Пить и больше воды – в организм взрослого человека должно поступать 2 литра воды за сутки. Другая жидкость не учитывается. Больше овощей и фруктов. При поврежденных прядях особенно полезны апельсины, тыква, морковь, капуста, яблоки, лук, чеснок и облепиха. Ежедневная норма фруктов – не менее 500 грамм. Побольше злаков. Овсянка, рис, гречка должны всегда присутствовать в рационе. Без витаминов группы, в которой содержатся в крупах пряди, не будут радовать блеском. Животные жиры заменяйте растительными. Любимые салатики лучше готовить с добавлением растительных масел. Выбор огромен. Оливковое, подсолнечное, соевое и тому подобное блюдо с желатином. Всевозможным заливным мусом и жили обрадуются не только желудок, но и локоны. Содержащиеся в желатине вещества помогут шевелюре обрести гладкость и упругость. Помимо перечисленного, в ежедневном рационе должно присутствовать сливочное масло, рыбий жир, грибы, кисломолочные продукты, печень, трески, яйца. При поврежденных сухих волосах из рациона необходимо исключить животные жиры, окорочка, свинину, баранину. Также следует отказаться от майонеза и соусов на его основе. Сухие и поврежденные волосы не приговор. При правильном подходе к проблеме возможно вернуть шевелюре былую красоту. Но не стоит ждать быстрых результатов. Волосы не изменятся за день, для этого нужно время. Главное – запастись терпением и упорно идти навстречу к мечте, применяя всевозможные методы для восстановления красоты и здоровья волос. Полезный видеопарик Махер-стилист Маргарита рассказывает, как ухаживать за сухими волосами правильно. Чем спасать сухие волосы и секущиеся концы. Обзор средств по уходу за сухими волосами. Субтитры создавал DimaTorzok